Я не понимаю людей, которые живут уже больше года в Дубае и до сих пор не взяли ипотеку. Ну честно, я считаю, что это просто преступление. Поэтому объявляю компанию каждому по ипотеке в Дубае. Я Александр Родионов, эксперт по недвижимости и ваш человек в Дубае. Погнали! В Дубае одни из самых низких ставок ипотеки. Ниже, чем в Китае, Индии, России и даже некоторых странах Европы. И в этом выпуске вы узнаете, как можно в Дубае взять квартиру в ипотеку и практически получить ее в подарок. И сегодня я хочу поделиться с вами двумя стратегиями и показать на цифрах, почему брать ипотеку в Дубае настолько выгодно. Причем как для собственного проживания, так и с точки зрения получения пассивного дохода от сдачи в аренду. Но давайте обо всем по порядку. Поехали! Итак, давайте для начала рассмотрим первый случай. Предположим, вы переехали в Дубай, устроились здесь на работу, получаете уже стабильный доход. И вам работодатель сделал наконец-то эту пластиковую карточку Emirates ID, оформил визу. В общем, все классно. И тут вы сталкиваетесь с суровой дубайской реальностью. Потому что арендовать квартиру в Дубае, ну, действительно очень дорого. И даже если вы договоритесь, предположим, на несколько чеков, то есть разобьете арендную годовую оплату на несколько платежей, все равно в среднем вы платите в Дубае 10% от стоимости квартиры в год. Представьте, 10% каждый год вы отдаете другому человеку. И, конечно, если вы даже снимете классную квартиру видовую где-нибудь у себя там на Марине или в Дубай-Хиллз в зеленом районе, все равно вас в душе будет очень сильно терзать это чувство, что вы отдаете деньги чужому человеку. Не за свою недвижимость. Как выпутаться из этого замкнутого круга? Я расскажу, как. Взять ипотеку. Ведь если вы сами посмотрите или же поверите моим расчетам, то вы убедитесь, что ипотечный платеж в Дубае будет перекрывать платеж по аренде. И это крайне выгодно, потому что ваша недвижимость растет в цене, вы проживаете в своей квартире. И сейчас я хочу вам рассказать по шагам, что вам нужно сделать, чтобы слезть с этой арендной иглы и переехать в свою собственную квартиру. И, по сути, не платить за нее ежемесячные платежи. А теперь, чтобы вы не думали, что это все плод моих фантазий, я хочу вам привести конкретные примеры. Для этого я взял однокомнатную квартиру в районе Шоба Хартман, двушку в районе Дубай Хиллс и трешку на Дубай Марине. Я специально взял разные планировки и разные районы, чтобы вы видели, что принцип един для любой недвижимости в Дубае, для любой стоимости, любого чека, любого района, любой планировки. Сейчас я вам покажу просто на цифрах, насколько ипотека выгодна, даже если вы берете для собственного проживания, а не для аренды. Начинаем с Шоба Хартман. Шоба Хартман, однокомнатную квартиру вы можете купить за 1 миллион дирхам. Это факт. Да, это будет небольшая однушечка, но тем не менее цены такие есть. Эту квартиру, если бы вы снимали в аренду, вы бы платили 70 тысяч дирхам в год. Тоже проверьте меня, ну скорее всего я прав. 70 тысяч дирхам в год это примерно 5800 дирхам ежемесячно. А теперь, вуаля, барабанная дробь, я посчитал, сколько бы вы платили ежемесячно за эту квартиру, если бы вы взяли ее в ипотеку. А платили бы вы за нее 4 375 дирхам. Вычитаем из арендного платежа платеж ипотечный, получается у нас 1450 дирхам вашей чистой экономии. Ребята, кто не понял, еще раз повторю, смотрите, вы платите ипотеку на 1450 дирхам меньше за однушку, чем вы бы платили бы за эту же квартиру, если бы она у вас была в аренде. Как вы думаете, это перспективнее, это выгоднее для вас или нет? Хорошо, движемся дальше. Давайте возьмем тогда двушку в районе Дубай-Хиллз. Зеленый район, нравится русским. Возьмем недорогую двушечку, сегодня вот цены смотрел, реально взять. За 1 600 000 берем двушку. И если бы мы эту квартиру бы снимали в аренду, мы бы платили бы по годовому контракту 110 000 дирхам в год. Это тоже реальные цифры с Байют с Property Finder. Это дает нам 9 166 дирхам ежемесячно арендной платы. А кредитный калькулятор на эту же квартиру нам показывает ежемесячный платеж с 7 000 дирхам по ипотеке. Вычитаем опять же из аренды ипотеку, получаем 2 166 дирхам. Чистые ваши разницы. То есть смотрите, опять же, уже чек немножко повысили, но и разница увеличилась. Ваши, ну как сказать, выгоды прямой. Это как брать машину в аренду. То есть это как, ну только это еще интереснее работает, потому что ваш объект недвижимости правильно подобранный, он еще и растет в цене. И это ваша уже квартира, ее как бы никто не заберет, ну конечно при условии, если вы не будете нарушать обязательства перед банком. Думаете на трешках эта система не работает? Я вас сейчас убежу, что она работает и на трешках. Берем трешку на Дубае Марине за 2 миллиона дирхам. За такие деньги там можно взять в принципе вполне себе трешку, не в самом новом здании, но тем не менее можно. Если бы мы эту квартиру бы с вами арендовали бы, она бы нам обошлась в 165 тысяч дирхам в год или 13750 ежемесячно. А ипотечный калькулятор нам дает цифру 8749 дирхам ежемесячно. И здесь разница вообще получается 5000 дирхам. 5000 дирхам ежемесячной разницы между арендой и ипотекой. Как вы думаете, это вообще не выгодно? Я считаю, что это очень выгодно и очень правильно брать недвижимость и ипотеку в Дубае. И такой принцип работает абсолютно во всех районах Дубая, абсолютно на все квартиры. Поэтому, друзья, очень крепко задумайтесь, когда у вас будет подходить очередной контракт по аренде к концу. И все-таки, возможно, обратитесь лучше за консультацией ко мне, либо к другому эксперту именно по ипотеке. И вам реально все на цифрах разложат. Это все несложно и цифры абсолютно подтверждаемы. Теперь давайте рассмотрим второй кейс. Вы инвестор. У вас есть деньги, допустим, там миллион долларов. И вы понимаете, что с текущими ценами в Дубае за миллион долларов вы можете купить один классный объект недвижимости. Либо два не очень классных. Покупать два не очень классных есть риски. Потому что, соответственно, там доходность может быть существенно ниже и ликвидность хуже. То есть вы столкнетесь с большими сложностями при продаже не классных объектов недвижимости. Что можно сделать? Вместо одного объекта за миллион долларов можно взять, внимание, барабанная дробь, 4 объекта в ипотеку и сдать их в аренду. Получать пассивный доход от разницы ипотека минус аренда. Принцип абсолютно такой же, как рассказывал в первом блоке. За каждую квартиру вносим 20%, 4 объекта берем. И вот у нас уже на выходе целый инвестиционный портфель в Дубае. Сдаем в шорт-терм, получаем пассивный доход. Этим доходом гасим ипотеку. На выходе у нас и capital appreciation высокий. То есть у нас объекты сами по себе растут с ростом рынка. Если, конечно, они подобраны в правильных локациях. Так это еще и постоянный кэш-флоу. Ваши деньги работают. Так еще банки вам скажут спасибо, друзья. Потому что если вы постоянно берете объекты в ипотеку, потом гасите кредит, продаете, берете следующие, то вы можете даже кредитоваться под уже существующий портфель и просто масштабироваться до бесконечности. И это реально в Дубае работает. И более того, точно так же, как я вам рассказывал, что флиппинг в Дубае работает и основные бабки делаются на флиппинге, точно так же есть абсолютно рабочая стратегия по ипотеке. Если вы опытный инвестор, я здесь не буду в этом коротком выпуске погружаться в цифры и детали, но если вы опытный инвестор, то напишите мне в Telegram или WhatsApp. Мои контакты будут в описании под этим видео. Я вам просто полностью модель пришлю, мы с вами ее обсудим, и вы сами убедитесь, что это все прекрасно работает в Дубае. Кстати, хотите вишенку на торте? Вы еще и получаете золотую визу инвестора, если вы идете по вот этой модели 4 объекта в ипотеку. Ну классно, смотрите, вы решили сразу несколько вопросов. У вас виза на 10 лет для вас и для всей семьи. У вас кредитная история в банке, постоянно деньги крутятся, банк вас заинтересован. У вас несколько объектов недвижимости. Любой объект недвижимости вы можете из этого портфеля взять и продать, купить новый. Они у вас все в аренде, потому что они подобраны правильным экспертом, в правильной локации, и они хорошую приносят вам доходность, имеется, ежемесячно. Скажете, что это сказка? Нет, это не сказка, это реальность Дубая. И именно так в Дубае делаются большие деньги. Какие объекты брать? Берем все то же самое, что для собственного проживания или для краткосрочной аренды. Все районы, которые отлично отрабатывают по аренде, вот там мы берем в ипотеку. Та же самая Дубай Марина, Дубай Хиллс, Крик Харбор, Шоба Хартленд. Ну, вот эти вот районы, которые уже завоевали авторитет в Дубае. Пишите мне на WhatsApp или в Telegram слово «ипотека», и я вам вышлю подробный составленный мной гайд, как взять ипотеку в Дубае, как не ошибиться с выбором банка, какие косты, какие ставки. В общем, все более подробно я для вас собрал. Так что для вас это однозначно будет очень полезный материал. Надолго мы не прощаемся. Увидимся в следующем эпизоде. До встречи. Пока.